солнышко пробивается значит сегодня хорошая погодка всем доброе утро и сегодня 7 утра 27 сентября я только проснулась того что холодно 5 градусов градусник мы может врать на самом деле может быть и меньше а я иду спасать цветы потому что они на балконе а на балконе очень холодно а как же песня по заявкам я не слышу ну в смысле как я же попросила ну сыграй ту предыдущую лайфхак когда холодно на улице и также холодно дома сразу начинайте что-нибудь готовить в духовке ну либо на плите сразу так тепло всем привет отлично болеющий есть из больницы как раз дела талон к невропатолог взяла аж на 16 число не поверить это так быстро мало того что мне две недели назад еще должны были этот талон дать в общем сами понимаете как у нас на данный момент у меня спина болит но уже меньше и в основном она болит при ходьбе когда сажусь когда короче какие-то действия палец уже зажил будет только наверно сходить ноготь или не будет сходить не знаю и временами когда я слишком что-то надавливаю этим пальцем когда что-то беру открываю что-то делаю очень больно а так пока все норм только что вела здесь съемку нужно все убрать потому что такой бардак капец просто видео было о отношениях со свекрови так что ждите в скором времени нужно еще смонтировать это все материала отснято очень много поэтому даже не знаю когда смонтируем мы кстати ходили на фильм она я не снимала ничего хотя хотела потом думаю расскажу в каком-нибудь просто влоге а либо просто видео о фильмах которые как раз таки я собираюсь снять именно фильмы те которые стоят какого-то внимания прочь и фильм мне очень понравился я предвзято к нему относилась потому что я смотрела старую версию посмотрев трейлер к новому а фильму я поняла что там все то же самое что и в старом фильме только просто картинка лучше стала и в общем не имеет смысла идти вообще его смотреть тратить на это деньги но парень захотел пойти на него потому что отзывы хорошие да я в интернете тоже стала замечать что все прям так хвалят этот фильм но до последнего вот не хотела идти но после просмотра я просто в восторге советую всем чего стоит только один клоун которого они там сделали просто ну если не шедевральным то крутым советую посмотрите если вы еще не посмотрели либо тоже так же как я думали что этот фильм не стоит вашего внимания очень советую были даже такие моменты когда ну не то что даже страшно было но просто вот жутковато как-то я даже после этого фильма как-то думала боже как же я буду спать так что я рада что я этот фильм посмотрела именно в кинотеатре они дома потому что в кинотеатре все лучше чем дома но это как по мне я в пуховике шарфе и на улице солнце но в оправдании на улице холодно мне очень не нравится что сделали с парком очень не нравится да облагородили но он потерял теперь свою прелесть слышите эту осеннюю терапию зюба толстая сид не упала а тут их кормят там в той стороне нет не кормят нет тут кормят тут мало да 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 она тут лазит вон еще там белка лазит вот сидит ну да жопой к вам белок тут прям море там вон одна лазит мне нужно бежать домой готовить кабачки их так ненавижу готовить смотрите какое небо но холодина знатная у меня уже руки отмерзли я несусь домой у нас сегодня 5 градусов я в пуховике и уже в ботиночках как бы а вы надели ботиночки нарвала себе листочку неугомонная хочу принести к себе домой осень хочу посоветовать для сладкоежек прикупила недавно тут вот такие вот конфеты и вообще не знала что от них ожидать обычные конфеты как и конфеты да мало того что их здесь полная упаковка выглядят они вот так вот такие плоские удлиненные и внутри это миндаль как здесь написано и шоколад но мне кажется здесь миндаль как это называется карамель какая-то вот вроде бы ничего такого но я их просто теперь обожаю и стоят они вообще там около 60 рублей вся вот эта упаковка почему бы и нет а в упаковке у нас 180 грамм а это я сейчас буду варить борщик вот все ингредиенты бульон уже стоит и сейчас буду все это готовить доброе утро всем утро у меня начинается с домашних дел я уже цветами занялась и там у меня уже на заднем фоне стирка я варю сгущенку потому что вареной в магазине не было мы хотим сделать блинчики если получится потому что на выходных не хватило времени и соответственно в общем покушать их со свареной сгущеночкой всем приятного аппетитика с легким паром меня я уже и вывесила белье и осталось у меня поменять постельное и убрать в смысле пропылесосить и помыть полы у нас такая холодина я в кофте это жуть просто у нас отопление еще не дали это не москва как бы вам и да мы мерзнем для того чтобы мы не покупаться и не замерзнуть и опять же не простудиться в общем пришлось нагреть все помещение она нагрелась у меня пока варилась сгущенка под средством выпаривания воды и потом ванной я включила горячую воду и чуть-чуть ее прогнала как бы чтобы нагрелась немножко помещение именно самой ванны потому что так ну невозможно там не купаться ничего хоть помещение маленькое и она нагревается быстро но даже просто зайти раздеться невозможно сразу покрываешься пупырками и просто не можешь вообще ничего делать скованное движение и сразу хочется к маме сейчас доделаю дела буду укутываться и лежать продолжить смотреть свой сериал вот так вот проходят у меня дни с моим пальцем намного лучше он правда черный все как и можно было ожидать как я сходила на почту до в прошлый раз когда вы видели и после этого я просто села и больше встать не могла потому что у меня схватила спина чтобы разогнуться более-менее я орала здесь просто как не знаю кто короче ладно это время уже прошло сейчас уже полегче но все равно если я делаю какие-то нагрузки это не значит что это sky и блин снова полочку это значит что я просто нагнулась помыла полы не важно просто выкинула в мусорку бумажку все для меня это уже нагрузка была после этого у меня начинает болеть спина и я уже ничего не могу соответственно пока у меня время от времени она болит если я просыпаюсь и вообще ни хрена не делаю туда я могу одеться и выйти куда-то ну сами понимаете да нет такого момента в жизни и в доме да чтобы ты вообще ничего не делал как бы такого не бывает если у вас конечно есть домработница и мы в любом случае даже какие-то элементарные вещи мне приходится делать и соответственно у меня после этого болит спина даже просто вот взять помыть себе обувь все я уже там постояла понапрягалась помыла ее нагнулась поставила все все мне этого хватает но на самом деле уже полегче и я буквально недавно ходила в больницу взяла направление 16 числа аж только пойду к неврологу и буду с ней разговаривать я чувствую что это будет очередной фейл мне кажется что ничего существенного мне не скажут просто снова пропишут какие-нибудь лекарства я лекарства не принимаю я сколько ходила к хирургу столько они мне прописывали всякие свечи мази и все остальное я один раз взяла купила свечи после которых мне было плохо и я перестала их принимать и после этого каждый раз приходя к хирургу я говорила что не нужно мне прописывать никаких лекарств я их принимать не буду понимаете вот чем заканчивается поход к любому врачу он тебе прописывает какие-то таблетки у нас сейчас все лечащие таблетки я так понимаю короче нет такого понимаете чтобы вам посоветовали другого врача компетентного просто даже посоветовали того кто может вам помочь да нет мы такие все умные ой я же знаю там как как бы вот это вот это лечит а вот это вот это лечит ой надо посоветовать понимаете большая часть самих врачей не принимают никакие лекарства но в то же время всем прописывают их в общем для меня эта тема болезненная не потому что у меня там случилось вот недавно потому что некомпетентные врачи они не нужно не входить пол в положение а смотреть нужно по ситуации кому-то может быть нужны лекарства действительно я сказала что у меня сильно болит и мне сразу бы прописали лекарства я говорю о мне сказали уже что нужна операция что лекарство это это ну отсрочка так сказать после чего мне назначили физиотерапию ну как бы сами понимаете да не какого-то врача который может сделать эту операцию а именно физиотерапию от которой мне также стало плохо ладно в общем сейчас пока все нормально более-менее я двигаюсь я что-то что-либо делаю после нагрузок небольших даже малейших у меня все равно болит спина но это не смертельно я вижу что она у меня проходит с каждым разом все больше и больше и это уже хорошо это круто да у меня много планов у меня много всяких идей не только для видео для своей жизни поэтому ну я буду кое-какими идеями делиться с вами нам дали отопление я теперь не хочу отходить от батареи никогда потому что здание само еще не нагрелась квартира сама тоже еще не прогрелась в помещении все равно холодно возле батареи очень тепло так холосу не хочу уходить нет сейчас любой может наблюдать из своего окна подобную красоту я вышла на прогулку я была, как можно заметить иду в парк там сейчас должна быть такая красота на улице в целом уже красиво блин, рюкзак будет звенеть шумарова он меня уже бесит смотрите какая красота ты-ри-ри недавно в типичном Воронеже прочитала что снесли в парке оптимистов бывший ресторан не помню как называется напишу и мне интересно стало действительно ли его снесли наверняка снесли как бы но захотелось посмотреть своими глазами вот здесь было разрушенное здание такое сейчас малышня играет здесь наверное что-то ищут чем поживиться как я прочитала раньше это был ресторан причем его закрыли из-за криминальных каких-то проделок потому что здесь криминальные авторитеты какие-то собирались вообще для меня конечно целая история на самом деле в парке еще довольно таки все зеленое я уже надеялась что будет все-все-все желтая будет красота в принципе красиво как и всегда но не то что я прям хотела стопроцентно и очень грязно меня это просто убивает какие же люди просто сволочи а сейчас иду на свою любимую полянку где одни березы и там всегда осенью красота и летом красота и весной красота круглый год красота но тут все не такое желтое как я хотел смотрите кого я нашла кисульки кто тут такой красивый кто тут такой красивый кисулькин кисулькин все вроде бы просто да обычно и хреняк рядом сказка афинеть красота смотрите какое место нашла как разом как разомерзла пойду к ней домой отогреваться чаем да где же ты там идем тебе пить чай одно деревце совсем-совсем опало прикольно или может струсил кто-то вы это видите ну вот угораздило меня в последний момент перед уходом кто-нибудь видит меня ну давай лучше бы здесь бы сделали свет чем сделали нам там скверики вообще не нужную фигню так надо светить под ноги это ни хрена не видно сегодня целый день лил дождь такая грязище короче жесть ходила гуляла сегодня сливалась с природой так сказать и возвращаюсь назад господи шмон шмон вот наша аллейка зато там где я только что шла до этого ни хрена не видно руки заняты фонарик достать невозможно зато камеру достала и 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